Пострадавших найти легко. Если с теплом человеческих сердец в ТГК-14 дело обстоит хорошо, то в квартирах тепла не хватает. Всю зиму плачу по 1700 ежемесячно в ТГК, а тепла 14, 12, 16, 14, 12, 16. Вызываем какую-то комиссию, приезжают, что-то там болерное сделают, раз на 2 градуса поднимается температура. И у всех такая проблема. У меня тоже грибок в квартире. Очень-очень холодно. 18-17 градусов тепла у меня. Я инвалид второй группы. Очередная комиссия в составе директора управляющей компании, представителя ТГК-14 и Государственной инспекции Забайкальского края. В положительные результаты жители верят слабо. Вот они приезжают, комиссию создают, да? За полчаса. Да, за полчаса батареи. За полчаса включают, так включат, так отожмут. У нас кипяток батареи. Вы представляете? Они ушли, все, и за ними тепло ушло. Я же вас приглашала заставить. Вы не поехали в тот день, когда у нас было холодно и горячей воды не было. Вы почему-то отказались? У нас все воды нету. Перебои. Ну я же просила, как-то на руки нам дать, когда у вас параметры низкие. Вы почему-то не захотели. Я вас очень просила. Целый день вас ждала. На контакт с нашей съемочной группой члены комиссии не идут. Возможные проблемы отрицают или вовсе отказываются от комментариев. Квартира в 20 градусов, не ниже 20 градусов. Это в любом случае должно быть. Не ниже 20 градусов, да. Жалоб, что 14-15. Не знаю, мы сколько раз обследование делали, ниже 20 не было ни разу. Но, несмотря на все ухищрения, факты скрыть не удалось. В квартире этой пенсионерки плюс 16 градусов, ниже всяких пределов. Выживают только за счет обогревателей и тепловых пушек. Жительница громко требует акт осмотра и получает ответ, что на рассмотрение дается 20 дней. Как раз зима кончится. Но проблема набирает обороты и представители ТГК-14 и управляющей компании начинают обвинять друг друга. Мы на тепловой узел, на свой тепловую энергию поставляем в полном объеме. А распределить ее по дому – это задача управляющей компании. То есть они устанавливают такие параметры, какие считают нужные. Для данного дома установлены параметры, может быть, они же берут среднюю температуру. Какая, допустим, в течение за сутки среднюю температуру. Мы тоже страдаем от этого. Очень много жалоб от жильцов по таким вопросам. Поэтому нам тоже неприятно. Мы вот каждый раз ходим с жилищной инспекцией, с жильцами ходим, разбираемся. Пока нам ТГК не даст нормальные параметры, ситуация у нас не изменится. Если в том году в доме было тепло, то у нас не было таких проблем, не было столько жалоб. У нас не промерзали углы, у нас не образовывалась плесень. Как факт, проблема как будто бы рассмотрена, но, естественно, не решена. Жители продолжают жить в холодных квартирах, местами покрытых плесенью. Почему ТГК-14 не может увеличить подачу тепловой энергии, а управляющая компания распределить по дому ресурсы, мы так и не узнали. Возможно, государственной инспекцией повезет больше.